Сейчас мы тестируем светодиоды. У нас есть зелёный и красный, причём зелёный не светит так ярко, как красный или жёлтый, поэтому возьмём красный и жёлтый вместо красного и зелёного. Здесь есть провод, который идёт от плюсовой стороны батареи. Так мы сделали раньше. Сейчас мы скрутим две плюсовые стороны наших светодиодов вместе. Обычно положительная ножка длиннее, так что следите, чтобы вы сплели именно две длинные. Теперь их можно спаять. Накрутим проводок, идущий от плюсовой стороны батареи, на диоды и обожмём его острогубцами, чтобы он плотно был присоединён. Теперь, когда он плотно прилегает, надо дать припою стечь по месту соединения, чтобы оно было надёжным. Берём резисторы, надо удостовериться, что они работают. Включаем, диоды работают, резисторы тоже. Накручиваем концы резисторов на минусовые стороны светодиодов с обеих сторон. Накручиваем с одной стороны, теперь с другой. Замечательно. Плотно их вместе обжимаем. Надо капнуть немного припоя на новые соединения. Это нужно для того, чтобы точно ничего не разошлось. Теперь будет отличная проводимость. Надо проверить, всё ли работает. А работает всё замечательно. Ладно, теперь начинаем делать глаза. Крышки от бутылок, которые окажутся на диодах, будут, можно сказать, радужкой глаз. Теперь берём клеевой пистолет, капаем маленькую капельку прямо на середину каждой крышки. Пусть подплавится немного. Так будет проще проделать отверстие отверткой. Отвертка здесь Philips, крестовая, среднего диаметра. Просто сильно давим ей на крышки, делая отверстие. Нужно, чтобы отвертка могла проходить взад и вперёд сквозь него. А чтобы глаза получились нужного размера, отвертка должна быть немного меньше светодиода в диаметре. Крышка должна очень туго заходить на диод, когда отверстие уже готово. Так, один глаз у нас уже есть. Сейчас сделаем отверстие в другой крышке. Второй готов. Предупреждаю, лучше не делать этого на стеклянной поверхности. И вообще на чём-то таком, что можно поцарапать отверткой. Когда делаете отверстие, подкладываете какую-нибудь деревяшку, которую не жалко повредить. Процесс сборки не быстрый. Я сейчас включал робота на секунду, и он не слишком хорошо двигался. Потому что задняя часть перевешивает. Та часть, где переключатель. Берём ещё скрепку, сгибаем её в крючок. Здесь есть маленькое отверстие в креплении батареи. Загибаем скрепку так, чтобы получилась своего рода третья нога. Она будет поддерживать кронштейн батареи. Зальём немного это место горячим клеем, чтобы эта ножка, то есть скрепка, плотно сидела. Пора включать и проводить испытательный заезд. Видите, ездит уже лучше, но ему явно тяжело пятиться. Дело в том, что поперечная ось двигателя из стали скользит по поверхности стола, так что надо как-то это исправить. Используем немного термоусадочной трубки. Диаметр 1,5 мм. Включаем тепловой пистолет, чтобы трубка плотнее облегала здесь двигатели, то есть их поперечные балки. Теперь берём три трубки диаметром 0,7 мм, также на обе стороны и сжимаем их тем же образом. Попробуем. Теперь всё работает лучше. Задний ход такой, какой должен быть. Если антенна ни на что не наткнётся, он так и продолжит ехать вперёд, так что при тестовом заезде ставьте перед роботом препятствие. В следующем сюжете посмотрим, что внутри переключателей и двигателей.